Девушки отдыхают 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Поехали. Я буду с вами предельно откровенной. Вы больше никогда не сможете иметь детей. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, доигрались в шпионов? Да кто ж знал, товарищ полковник, что он... А надо было знать, Валюш, надо было. У нас работа такая. И то, что враг может оказаться хитрее, это для вас откровение. Виновата, товарищ Кирилленко. Это все, Валовский, был для нас единственным шансом выйти на этого тарня. Вот таким вот тоненькой ниточкой, которую мы взяли, так и оборвали бездарно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что там? Все хорошо, передовываю привет. А у вас? У нас все как всегда, ничего хорошего. Есть идеи? У меня нет. А у вас? Хотя, почему нет? Есть. Насколько я помню, в деле Овсянникова была только копия протокола допроса. Шабловского. Так. Фотографий, ведь, там не было. То есть, ты хочешь сказать, что Тарни не знает Шабловского в лицо? Нет. А ведь точно. И если Тарни, мы грамотно подсунем своего человека. Совершенно верно. Здесь, конечно, рискованно, но... И кого ты хочешь отправить? Ну, мы с тобой не подходим по ряду причин. А что, вполне может быть, и по возрасту подходит? Только заковыка одна есть. В химии я шозаец в арифметике. Ну, со школы как-то не завадил. С этим мы разберемся. Надо будет, мы из Москвы учителя вышли. Да, с химией-то это понятно. Но самое главное, как нам тебя ножом-то переправить? Действительно, как? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Петрович, погоди-ка. Ты в разнарядку на карьер Корякина поставил. Он же вот в казняках. Он не будет работать. И что? Мне его теперь на минеральную воду отправить. Не будет работать, вот пускай охрана с ним разбирается. Чего ты злой-то такой? Да погоди ты. Дим, как жена? Как Яна? Все так же. Извиню, у меня попутка в город. Я папа стою. Здорово. Здорово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Простите за вторжение. Я надеялся, вы через час придете, как мы договаривались. Очень много дел, сами понимаете, тем более, но нужно было осмотреться. Как говорит товарищ Джугашвили, доверяй, но проверяй. Кстати, ему может принадлежать фраза, меньше слов, больше дела. Дело делается. Но, к сожалению, сейчас перевести Шабловского за пределы лагеря на другую работу не получается. Вот как. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отчего же? Шабловский сейчас болен, он в санчасти. А я надеюсь, ничего серьезного? Нет. Простая инфекция. Скоро его поставят на ноги. И, кстати, что касается его учетной карточки с фотографиями, они не в моей конторе. Поэтому нужно время, чтобы все организовать. К сожалению, у нас нет времени ждать. Я обещаю, что в течение недели я все достану. Надеюсь, вы дадите мне аванс, как договаривались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пошел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Не помешаю? Нет, конечно. Проходите. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сергей Александрович. Хотите чаю? Я мигом. Нет, спасибо. Вы сейчас близко общаетесь с Леной? Да, можно сказать, подружились. Мне нужен ваш совет. Как себя с ней вести сейчас? Сейчас с ней надо очень аккуратно. Трепетно, можно сказать. Трепетно? Трепетно это не про нее. Но она же все-таки женщина. Согласен. Сам всегда я ей об этом говорю. Только она меня не слушает. Конечно, я во всем виноват. Надо было жестче с ней быть. Ничего бы этого не случилось. Это случилось, потому что работа у нас такая. А что касается жесткости, ну, Лена такой человек. Всегда сделает по-своему. Да, это точно. И сейчас вот скрывается от меня. Не видеть, не слышать, не хочет. Я с ней поговорю. Аккуратно. Трепетно. Спасибо большое, Вань. Трепетно. Спасибо. Трепетно. 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 Пока в приемную несите, там Федотов осмотрит. Настя, добрый вечер. Могу я сейчас пройти к жене? Она только уснула. Приходите завтра утром. Ей очень-очень нужно отдохнуть. Боли начали немного отступать, но, боюсь, это ненадолго. Это должно помочь. Трепетно. Морфин? Да, я же сказал, что достану. Ну, как же я объясню? Ну, не надо ничего объяснять. Просто делайте ей уколы. Вот и все. Ей же колет что-то, верно? Вот и делайте. Только никому ничего не говорите. Уберите деньги. Послушайте, у вас есть дети. Вот и прекрасно. Купите им хорошей еды. Дети должны жить лучше, чем мы. Это ведь такое счастье. Яна так одела детей. Только этого никогда не будет. И Яны тоже скоро не будет. Яна будет очень рада, если кому-то из детей станет немного лучше. Я же говорю, приходите утром. По ночам посещений нет. Ну, передачку-то можно? Тут здесь пару яблок и хамурс. Яна Смольна, передадите? Да что мне с вами поделать. Передам. Спасибо. Уберите меня или нет? Идите, пока-то. Поехали. Ага. Уберите меня, или я Jetzt. Ага-га. Ага-га. Идите, нужно вам уберите. Ага-га. Ага-га. Ага-га-га-га. А я. Впечатляет. А что это было? В папиросе битфортов шнур и аматул. И тротилами, и тротамуни. Немножко не то, что нам нужно. А что вы, собственно, хотите? Нам нужно обучить товарища Будничного изготавливать компактную взрывчатку большой разрушительной силы из подручных средств. Назовите формулу серной кислоты. Азотной. Вы вообще знаете, что такое молекулы? В общих чертах. Нам не нужна теория, нам нужна практика. Невозможно перейти к практике, не знаете вы. Мой друг Боря Лесберг не знал нотной грамоты совсем. Но кроме того, что он феноменально играл на балалайке, он умел играть еще на двенадцать инструментах. Вот научите, пожалуйста, товарища Будничного играть хотя бы на одном. Играет музыка. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Поздравляю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не взрывается? Серёга, вот здесь вот уже всё взорвается. На этой вот азотиской основании. Значит, будем собирать по молекулам эти основания. Скажи, а если они попросят другую срывчатку изготовить? Но не этот вот пироксилин. Убедит, что им нужно именно это. Хотя, может быть, мы их раньше возьмем. Да, и не придется ничего делать. Да все равно учись. Да, по поводу Хлопка я распорядился. Но Тарни, не будьте с ней проблем. Давай. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ой, я не сплю. Здравствуй. Здравствуй. Глупость, конечно, предрассудки, но я прям чувствовала, что мы вот-вот увидимся. И снилось-то мне опять же. Слава Богу. Каком Богу, Валь? Опять куришь? Да. А как думаешь, а если бы он на меня упал и не рядом сдохнул? Да. Сейчас тоже бессмысленно, только ноги переломаю. Действительно. Зачем ноги ломать? Давай сразу, чтоб наверняка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вправда, история про летчика, помнишь? Что ноги отморозила, на протезах теперь летает. И ты давай. Пожалуйста, не сдавайся. Сергей тоже страдает. Ничего. Рожаешь ему еще целую песочницу, Лена. Ну? Не получится. Я больше не смогу иметь детей никогда. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, что у тебя? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Все подтвердилось. Жена Смолина действительно тяжело больна и находится на медицинском лечении. Полученный морфий он передал медсестре. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Думаешь, ему можно доверять? Может, да. Думаю, да. Дура, что ты думаешь. Никому нельзя доверять. Особенно русским. Продолжать наблюдение? Нет. СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Угу. Продолжай. Можно сказать, что это госэкзамен. На этот раз он все сделал сам. От начала до конца. Не только взрывчатку, но и в адскую машинку сыграл. Получится? Надеюсь. Хотя и это будет чудом. Слишком мало времени было на подготовку. Ничего. Он парень способный. Ну что, дадим фрицам прикурить. Ну что, дадим фрицам прикурить. Лихо. Долбануло. Ну что, профессор. Сдал я экзамен. Все-таки, как можно убежать с территории лагеря? Да никак. Майор, вот давай без лишнего кокетства. Должны же быть лазейки. Повторяю, с территории лагеря ни один побег не был осуществлен. Попытки были, но все уже в могиле лежат. Кроме того, зэки в момент его просчитают, что он подсадной. И прирежет. А если его одного на зеленку определить? Нет. Одиночный побег. Сразу возникнут вопросы у диверсантов. Почему один побежал? Почему вообще сейчас побежал, когда понадобился? Может, все-таки зэков подключить? Пообещать послабление, двойную байку? Урки на сотрудничество с администрацией не пойдут. Им западло. А если даже и согласятся, доверять им себе дороже. Выкинут какой-нибудь фортик. Да, а те, кто побежит к нашим псевдошабловским, диверсанты за ненадобностью кончат. Да и черт себе. А если не кончат, мне потом под трибунал идти? Что, я сам бандитам побег устроил? Под нашу известность. Простите, товарищ полковник, но всякое бывает. Вдруг что-то не по плану пойдет, или вы свои обещания забудете. И придется мне одному, по закону военного времени, я пойду кислорода подышу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давайте, я вам помогу. Да не надо. Сама управлюсь. Давайте. Из-за ноги, что ли, меня пожалели? Да я уже приноровилась. Нет, не из-за ноги. Одна несподручная. Я тоже думала, что одна останусь. Кому я такая нужна? Котике своему на фронт писала. Мол, так и так. Смотри, сколько от меня осталось. А новое, видать, уже и не вырастет. А недавно от него ответ пришел. Пишет, что любит все равно. Сказал, как вернется, распишемся. Любит. А может, просто с жалости. Что с вами? Вы сильная женщина. А не время нам, бабам-то. А сейчас мы кроту-то разводить. Поэтому зубы сцепила и вперед. Спасибо. Ну что, Скворцов, удиви командира. Попьем, Скворцов. Я еще не утеплен. Давай, Скворцов. Попьем, Скворцов. Попьем. Попьем, Скворцов. Попьем. Я уже не считаю этого дела. А давай не будем будничного внедрить. Выследим и возьмем это в эту армию. А его люди останутся на свободе? Уверен, что не вся его группа здесь. Да ладно. Без головы и ушать не так опасно. Переловим. Ну что, Скворцов, не удивил? Что-нибудь еще? Продолжим? Товарищ капитан, надо взять на карандаш. Хорош, капитан, надо взять на карандаш. Можно? Не устал он лежать? Может, не вставать лучше? Мишка, Скворцов, ты чего? Тебе плохо, что ли? Мишка! Ох, ты ж мамочка моя! Спасибо, лейтенант. Ты куда, Фелик? Валя, можно вас на секунду? Как она? Я не… Ну, вы живете вместе. Что с ней происходит? Сергей Александрович, прошу вас, не задавайте мне никаких вопросов. Я не могу ничего сказать. Это очень личное. Пусть она сама расскажет, когда придет время. Простите. Поехали, Володя. Будь здравым, Дмитрий Петрович. Я тут в архиве был. Ты, говорят, дела по второму отряду заказывал. Угу. Держи. Спасибо. Сколько отказников сегодня? Да сорок два. Все авторитеты. Смотрящие за отрядами. Ну, и чалые со своими. Понятное дело. Ну, сорок еще терпимо. Сбивай бригады, выводи всех возможных из больнички. Угу. Понял. Закурить есть? А, вот. Держись. Благодарю. И вторую. Злужкова. Ну, будь здоров. Настя. Доступ. Угу. 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 Тихо. Угу. Повернись. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Проходите. Подполковнику Собурову, по вашему запросу установлена личность диверсантки из группы Тарни. Линда Рова, 1909 года рождения, уроженка деревни Керикюля, Гатчинского уезда Санкт-Петербургской губернии, агент Абвера, псевдоним Дита. Закончила Вихульскую разведшколу, в декабре 1942 года была прикомандирована к разведотделу 20-й горной армии в Раваниеме под командование полковника Отмана. Снайпер, радист, в совершенстве владеет навыками диверсионной работы в глубоком тылу. Подполковник Собурову, срочно. Так, свободен. Привет. Проходите. Вот, здесь все, что вы просили. Завтра я определил Шабловского на карьер. Можете его там взять. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Соедините меня с отделом СМЕРШ. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слушаю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 На какой именно? На дальней. Что только-только начали разрабатывать седьмой сектор, недалеко от речки. Пойдут три бригады. Пятнадцать человек вместе с Шабловским. Четыре человека. Охранника. Отлично. Все в порядке? Могу тогда и попросить полный расчет. И на тех охранников, которые в нужный момент отвернутся в сторону. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все в порядке? Я свое слово удержу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Надо было их сразу брать, как только в квартиру вошли. И закончить этот спектакль. Мы же договорились, если Тар не придет сам, Смолян откроет форточку. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Срочно. Теледрама товарища Собурова. По рисунку роженицы удалось определить личность подручной Тарни, участвовавшей в захвате скорой помощи. Это диресант Таллинда Рова. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Идут. Это он. Тарни. Приготовились. Мы не можем сейчас брать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Уйдет. У них есть второй командир. Сорвемся в операцию. Отбой. Всем отбой. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Уйдет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА На шее наблюдаем две незамкнутые транскуляционные борозды. Одна в обхват с давлением от затылка, та другая, чуть более поздняя. Вот едва заметная. Вот здесь. Задушили, а потом уже под потолок. Да, не особо думаю, как скрыть истинную причину смерти. Спасибо, квитан Свободный. Рад был помочь. Почему он так грубо сработал? Либо Тарни не знает, что мы в Камдалакше прорабатываем Шаболовского. Либо таким образом он нам передал привет. Да. Парни, жалко. Черт, это наша вина. Говорил же. Ну, мы могли сорвать операцию. Брать Тарни не было смысла, если Ров остается на свободе. Да, и фотографию будничного в квартире не нашли, значит, они клюнули. Надо по поводу его жены как-то распорядиться. Я все сделаю. Сереж. Здравствуй, Лена. Здравствуй. Как ты себя чувствуешь? Надо поговорить. Я хочу вернуться на работу. Ну, хорошо. Честно говоря, мне тебя не хватает. Да и в группе тоже. Я больше не смогу иметь детей. Ну, глупость. Все закончится, ты выздоровеешь, мы едим Ленинград. Собор, ты будешь прекрасным мужем и отцом. Женщине, которая будет рядом, очень повезет. Я не могу лишать тебя возможности быть счастливым. Лена, я… Не надо ничего сейчас говорить, я уже все решила. Оставаться вместе из жалости станет для нас обоих каторгой. Закончим сейчас, а по возвращению в Мурманск я попрошу о переводе в другую группу. Это все решила за нас двоих? Я в вашем полном распоряжении, как офицер, специалист, товарищ подполковник. На этом все. Лена. Пожалуйста, отпусти меня. Я тебя уже отпустила. Лена. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Веселей копытами! Не проснулись еще? Давай, живи! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот здесь работаем! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Стоять! Тебе посчитать? Раз! Два! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Походим за мной! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Подъем, вертухай! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА Пойдем. Да, в бед, только ласка попала. Олега, мы вас привешучили. Вообще, красавцы, хлопцы, слов нет. Отличная идея с классными подронами. Все как надо. Мы взяли его, ведут на северо-восток. Ну. Давай. Привол. Освободить. Кто вы? Руки! Оружие на землю! Здравствуй, Андрей. Опустите оружие. Мы пришли специально за вами. Вы назвали меня по имени? Вы знакомы? Я потом вам объясню, что здесь происходит. Сейчас нам нужно отсюда убираться. Очевидно, за вами организована погоня. Или вы хотите обратно в ладо? Что-то я вас не припоминаю. На память я не жалуюсь. Это хорошо. Я очень рассчитываю на высшую память. Так вот, с нами. Вперед! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok